Добрый район, Свет Беларусь! Мы продолжаем делиться с вами интересными и полезными новостями. Так, в Аршанском районе есть агрогород, который называется Юрцево, а в агрогородке учреждение образования Юрцевская детский сад, средняя школа. И вот именно здесь реализуется интересная и очень толковая школьная бизнес-инициатива по производству здоровых перекусов. Инициатива получила название Юрцевский, подсолунки, подчастунки. Звучит уже вкусно на самом деле. Ну а началось все желание принять участие в конкурсе бизнес-идей. Самые активные и инициативные десятиклассники вместе с директором и некоторыми учителями устроили мозговой штурм. Оценив возможности, опыт, варианты производства и реализации, остановились на идее здоровых перекусов и сладостей. В учреждении уже приступили к производству сушеных ягод, а к осени предполагается наладить выпуск натуральных чипсов в супах фруктов, мармелада и цукатов. Ну, в общем, все, что детям нужно. Ну, с подчастунками все понятно, непонятно только, где подсолунки. Надеюсь, они полагаются за правильное питание. Наверняка. Ну, в общем, что мы можем сказать. Конечно же, молодцы. Ждем с нетерпением поступления в торговые сети полезных и вкусных лакомств. Ну, а пока же отправляемся в Тонго. Далеко, но расстояние нам не преграда, вы же знаете. Когда уж очень хочется узнать, какими продуктами питания отдают предпочтение там. Ну, а сначала давайте познакомимся с этой страной. Небольшое островное королевство Тонго расположилось в южной части Тихого океана. Оно состоит из 172 островов вулканического и кораллового происхождения, из которых заселены только 36. Слово «тонго» в переводе со многих языков и наречий Полинезии означает «юг». Это, вероятнее всего, и стало причиной получения государством такого названия. Сами же танганцы считают, что название их страны означает «сад». Большинство островов окружены коралловыми рифами, населенными сотнями видами различных обитателей морских глубин. Благодаря теплому тропическому климату, обилию дождей и высокому плодородию почв, большинство островов густо покрыты растительностью. Но и несмотря на влияние кулинарных традиций других стран мира, танганская национальная кухня уникальна. Она тщательно охраняется и сохраняется местными жителями наравне с прочими историческими ценностями этого удивительного государства. Ну а рацион жителей Тонго состоит в основном из старо. Эта овощ представляет собой крахмалистые съедобные клубни. Ямса – клубневая культура, очень похожая на картофель. Бананов, кокосов, ну а также запеченные плоды хлебного дерева едят в сезон. Маниок – это клубнеплодное тропическое растение, одно из новшеств, привезенных в Тонго переселенцами. По популярности до ямса ему далеко, но вот за счет простоты выращивания и высокой урожайности он получил свою порцию популярности. Но одна из главных особенностей кухни Тонго является лу. Вот так вот просто запомнить. Этим термином обозначается обширная группа блюд, состоящая из самых разнообразных ингредиентов. Их связующим звеном являются листки колоказии, которыми обертывают продукты, а затем тушат в кокосовом молоке. Что-то это мне напоминает. Конечно же, я даже знаю, что наши голубцы. Наверняка, да. Проголодались, видно, девочки, да? Да. Еще одним традиционным видом пищи Тонго являются лепешки. Они могут быть приготовлены как из зерновых культур, так и из колоказии или ямца. Неотъемлемыми спутниками любой трапезы в Тонго являются плоды хлебного дерева. Их приготовление здесь насчитывает бесчисленное количество рецептов. Но вообще кухня Тонго очень богата фруктами, всевозможными смесями и блюдами из них. А что ожидать от такой южной страны? Особенно славятся танганские фруктовые салаты. Если вы хотите в полной мере ознакомиться с кулинарией этой замечательной страны, на десерт обязательно стоит попробовать пудинг на основе маниоки, листки колоказии, все те же в молочном соусе кокоса, и испеченную в молоке кокоса тапиоку с добавлением сахара и банана, ну а также белый ямс. Ну просто какой-то рай для гурманов. Ну а мы продолжаем. Кухня Тонго, она очень богата на напитки. Мы же понимаем, это самое важное. Самый популярный сок кокоса и очень крепкий кофе. Также к традиционным безалкогольным напиткам этой страны относится кава. Наверное, там где-то по соседству их Арбата, будем надеяться. Изготавливается напиток из выжимки корней растения кава. Еще один очень популярный национальный напиток – оттай, состоящий из мякоти арбуза и кокосового молока. Обычно он подается в качестве освежающего компонента для основных блюд. Ой, мне очень понравилось вот это последнее, то, что ты предложила нам попробовать. Действительно, вот эта свежая нотка. Я никогда не пробовала сочетать арбуз с кокосовым молоком. Я думаю, что стоит попробовать. Я думаю, даже в наших широтах можно попробовать такое сделать. Да, чем займусь сегодня вечером и какой коктейль приготовлю. Вообще, все это очень звучит аппетитно даже. И можно только представить, как это вкусно, если это попробовать в реальности. И очень хочется это сделать. И, возможно, когда-нибудь судьба предоставит нам такую возможность. Спасибо. Спасибо.